Всем доброго времени суток! Рада приветствовать тех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео я выполняю обзор по вашей просьбе колоды, которая называется «Очарование повседневной жизни». Колода это 2018 года, автор ее Поппи Палин, издательство, сейчас вам покажу вот здесь, если вам видно, «Шиперсбук». На этом сайте именно я и заказывала эту колоду. Для тех, кто не сталкивался с этим сайтом, поищите, там очень много интересных колод. Здесь, как вы видите, сразу заявлена цена, но хочу указать на такой момент, что цена это без доставки. То есть в зависимости от вашего региона, от вашей страны, здесь стоимость будет варьироваться. Мне с доставкой колода вышло в 52 доллара. Итак, что же она с собой представляет? Вот такой вот набор, вот такая вот открывается лентой. Здесь размер 22,8, на 15,2, ну и какая-то высота около 5 сантиметров. Итак, вот такая вот колода, как вы видите. Вот вам показываю всех сторон ее. Значит, начинаем наше с ней взаимодействие. Сейчас немножко отодвину свечу, дабы у нас ничего не загорелось. Итак, открывайте при помощи ленты. Вот такая вот интересная коробочка. Вот так вот открывается. Здесь на титульной странице вы видите описание об авторе самой Поппи Пеллин. Рассказывается о том, что она уже издавала несколько своих колод, а именно три колоды. Это каждодневная магическая таро. Магическая таро на каждый день и вот таро очарование в повседневной жизни. Более того, она является автором-иллюстратором уже более 10 книг. На текущий момент она сотрудничает с различными публицистическими издательствами в мире. Более того, она является учителем в школе искусств в Англии. Также она является и мастером по татуажу, специалистом по дизайну, трансформации картин. Но помимо всего прочего, вот у нас такая разносторонняя личность, которая и поет, и пишет тексты различным группам. Ну то есть, понимаете, всесторонне развитая личность. Итак, что мы делаем на текущий момент? Вот достаем мануал. Вот сама колода. Вот так вот лежит. Скажу честно, не совсем удобно изымать, потому что, если вы видите, никаких лент здесь нет. Ну то есть, колоду, вот видите, придется доставать вам вот так. Это уже не есть практично. Достану попозже, сейчас обратимся к мануалу. Итак, вот мануал, собственно, либо, как вы знаете, это пособие. Что оно из себя представляет? Ну, как вы видите, здесь непосредственно рассказано о задержании, что прописано. Здесь в книге, да, непосредственно о том, как создавалась эта колода. Что легло в ее основу, как использовать работу с данной колодой. Ну и вот содержание, да, по каждому аркану. Вот, например, старший аркан дурак. И что заброшено на картине, что вложено в основу, как читать данный аркан. Так, по каждой карте. Ну, в целом, тут, видите, везде на каждую карту есть ключевые слова. И какие-то основные значимые понятия. Вот, по каждой карте. В конце мануала. Как правило, мы привыкли к тому, что есть какие-то расклады и так далее. Нет, здесь это ничего нет. Здесь указано издательство, где публиковалась эта колода данной. Ну, как в котором году. Ну, и, собственно, контакты данного сайта. Итак, непосредственно к самой колоде. Как я повторюсь, да, не совсем удобно изымать карты. Сейчас все-таки их достану. Поэтому, не знаю, возможно, будете хранить карты в мешочке, кому как, если решитесь купить. Либо же кто-то, если счет нужной, в коробке. Но скажу сразу, размер карт очень и очень большой. Поэтому, удобно ли она будет по работе на каждый день, скажу честно, нет. Ну, вот смотрите. Особенно это актуально для женщин, да. Ручки маленькие. Вот смотрите, как она ложится в руку. Вот, видите. Насколько большая эта колода. Насколько эти огромные карты. Она, скажем так, если вы не делаете какие-то емкие расклады. Безусловно, колода, которая больше как арт-терапия. Да, погрузиться в себя, заняться какой-то вот самоопознанием, работой с внутренними блоками. Она будет более чем актуальна. Потому что, ну, сама по себе в работе она очень говорливая, очень красочная, очень сочная. И действительно, описаны обычные бытовые ситуации, которые у вас могут отыграться на банальных примерах. Как вы видите, здесь разделено даже вот стихии по цветам. Старший аркан это черные. Пентакли зеленые. Жезлы это у нас такие вот, они красные, как бордовые. Кубки у нас синие. И мечи у нас фиолетовые. Итак, приступаем непосредственно к старшим арканам. Что мы здесь видим? Первый аркан будет у нас падать. Старший аркан дурак. Беззаботность, легкость бытия. Человек абсолютно не следит за происходящим. Ко всему относится посредственно. Радуется каждому дню, каждой мелочи, каждому событию. То есть радуги, цветочку. Понимаете, человек, который оптимист, несмотря ни на что. Но вместе с тем является каким-то безответственным. В чем-то губцом, но тем не менее, который, понимаете, ловит радость от каждого момента жизни. Вот поэтому здесь эта вот карта дурак. Вы являетесь строителем собственной жизни. Поэтому не относитесь к этому легкомысленно. Дальше. Старший аркан маг. То есть у вас есть все возможности, все ресурсы, поддержка ваших близких для ваших начинаний. Все у вас получится. Все, что вы задумывали, построить фундамент своей жизни. Вы к этому идете. Все начинания у вас под рукой. Есть все орудия труда, все задатки. И вы понимаете, что эти подсолнухи, которые дают символ плодородия. Это будет успех ваших начинаний. Да, копайте глубоко, как копаете тяжело. Но вместе с тем это будет плодотворная работа. Теперь жрица. Жрицу давайте рассмотрим повнимательнее. Вот наша такая вот хитрая лисичка. Погружение в тайну, в первоосновую. Вот у нас здесь есть зеркало. Тоже как попытки заняться ритуалами, заглянуть вглубь себя. Свечи. Кошка. Как неотъемлемая часть, да. То есть как проводник тайных знаний. И вот книги. Вот отражается в луже луна. Как символ интуиции. Знак медиума. И в целом работы с другими мирами. Она в какой-то степени отрешенная. Потому что здесь четкая карта показывает на то, что не волнует абсолютно ни окружающая обстановка. Ни то, что в целом идет сейчас на внешнем мире. Она погружена в свой собственный мир. Вот она сейчас либо получила какую-то информацию, да. Сидит ее раздумывает. Либо в целом, ну как, переосмысляет то, что произошло у нее за сегодняшний день. Возможно шокирована какой-то информацией, которую она получила. Дальше. Ну императрица здесь стандартная. Посмотрите, какая заботливая, радостная. Вот здесь нарисована и мама. Может, конечно, быть и бабушка. Потому что здесь женщина изображена зрелого возраста. Но которая любит абсолютно всех и вся. И муж у нее ухожен, и детки, и собак. К каждому, понимаете, есть минутка внимания. Дом цветет и пахнет от любви, от эмоций. От того, что эта женщина, понимаете, везде успевает. Дать ей ласку, дать ей уют. И все это красиво обставит. То есть, именно хранительница домашнего очага. Император. Вот здесь такой вот нетипичный, как мы привыкли его видеть. Да? Но посмотрите, какой жизнерадостный. Мужчина, который вам протягивает руку помощи. Навстречу вашим возможностям, вашим начинаниям. Который станет вам поддержкой, опорой в любых ситуациях. Вот как видите, как зашифрованы, да, даже вот знаки принадлежности к стихии. Что это символ Овна. Вот здесь это изображено на кружке. То есть, даже какие-то незначительные мелочи и детали вам здесь будут помогать работать с этой колодой. Возможно, на что-то вы не обратите вначале внимания. Но впоследствии это вам даст новые грани и новое прочтение карт. Вот, пожалуйста, император. Карта духовного наставника, учителя, который вот здесь поясняет религии, суть мироздания, в целом наше существование. Как ее ему все внят и внимательно слушают. Вот это количество книг, поднимые за него за спиной, это колоссальный опыт. Стаж работы. Мы видим, что человек зрелый и четко опирается на свой опыт и на свои знания. Ну и вместо того, знаете, как вот, опять же, благословляет. Благословляет и наставляет своим ученикам, открывает им путь, открывает им дорогу. Так, вот тоже нетипичные здесь влюбленные. Посмотрите, какая красота. Изображены пожилые люди, которые вместе прошли до старости. Но вместе с тем, на горизонте, вот, и да, молодое поколение. И даже вот птицы, все именно вот здесь пылает взаимной любовью, взаимной отдачей. Даже вот собака, как символ дружбы, преданности, верности. Вот символизм здесь прекрасен. Колесница. Нетипичная. Вот видите, здесь на скейте катается малыш. Двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия, несмотря на мнения окружающих, вы четко идете к намечной цели. Так, как этот бесстрашный юноша. То есть вот с таким вот озорством, с такой вот какой-то легкой отдачей, но вместе с тем, прошу прощения. Здесь этот парень четко понимает, чего он хочет получить. Адреналина, кайфа, отдушины и оттачивание своего мастерства. То есть колесница, движение вперед, несмотря ни на какие преграды и препятствия. Сила тоже, смотрите, какая интересная по своей прорисовке. То есть у человека есть ряд препятствий, ограничений, но вместе с тем, вот здесь победа и пара олимпийца, да, человек четко превозмогает превратности судьбы. Поэтому, как говорит карта, не останавливайтесь ни перед чем. У вас есть все возможности, есть для этого все ресурсы. Отшельник. Погружение в себя, в смысл бытия, какие-то вот насущные проблемы, изучение чего-либо. Карта закрытости, но вместе с тем одухотворенности, потому что вы четко проливаете свет на свою жизнь, на самого себя, в свои знания. И находите себя, обретаете себя и свой истинный путь. Колесо фортуны. Вот, катится колесо и догоняет его автомастер. Что вы сами как бы строите свою судьбу, вы сами направляете, сейчас есть возможный шанс, удача, вот эта вот радуга, которая за этим колесом. Что сейчас перемены для вас благоприятны. Все движется к лучшему, вы все сможете, вы сумеете поймать это колесо и реализовать все ваши замыслы. Правосудие. Ну вот типичная ситуация, попытка найти компромисс и владеть споры, да. Найти какую-то точку соприкосновения для оппонентов. Вот эти вот бесы изображены, которые подстрекают нас на какие-то конфликты, провоцируют на деструктивные эмоции. Но всегда найдется человек, который будет разумно ко всему относиться и поможет нам разобраться в данной ситуации. Повешенный. Тоже смотрите, какая интересная подача, да. Вот здесь человек повис на остановке. Но посмотреть на мир по-другому, показаться не таким, как есть, показаться, может быть, чем-то белой вороной, но вместе с тем это даст тебе осознание, скажем так, собственное в обществе, что ты себе позиционируешь, что ты представляешь. Но и, возможно, это не только, знаете, как переосмыслить, что-то переоценить. Посмотреть правильно ты делаешь, оценить свои поступки. Ну, ситуация сумасбродства. Так, а вот мне очень нравится смерть. Здесь она не показывает в целом, да, ситуацию отмирания. Это как переходный цикл. Все имеет свой конец, все имеет свой закат. Вот здесь зимнее солнце, как предвестник уже, как окончание чего-либо. Вот, бабушка сидит здесь, внучка рассказывает и повествует. Но вот ситуация отмирания. Уходит зима, пробиваются первые подснежники. То есть все имеет свою цикличность. Смерть – это всегда новое начало. Вот об этом именно обещает карта. Умеренность. Тоже смотрите, какая интересная подача, потому что здесь, несмотря на наши взгляды, на то, что мы абсолютно разные люди, разные в целом у нас вкусы, мировоззрения, религии, мы всегда можем найти подход к друг другу, всегда можем примириться, и каждый может найти что-то себе по душе, да. Кому там яблочный сок, кому здесь, а, томатный, томат здесь изображен. Поэтому, ну, все равно люди могут между собой взаимодействовать, несмотря на то, что мы такие разные. Поэтому умеренность – это как раз возможность соблюдать гармонию и баланс во всех сферах жизни. Дьявол. Ну, вот вам сама по себе ситуация искушения гнать на всех парах. Тут и наркотики, и алкоголь, и скорость, драйв, деньги, пренебрежение другими лицами. В целом, тех, кто нас окружает, гнать на полную туда, куда запрещено. Потому что, знаете, как зависимость, вот драйв, идти на пролом, невзирая на то, что вас ждет впереди, а именно, чем вы за это можете поплатиться. Вот об этом говорит дьявол. Башня. Вот изображена сама по себе ситуация крушения, падения, да, попытки каким-то образом избежать этой катастрофы. Но здесь уже сама по себе ситуация настала, и теперь вы в панике пытаетесь ее каким-то образом разрешить. Прорисовки карт замечательные. Или вот, звезда. Рука помощи, неожиданная, да, вот вам протягивает. Реализация ваших возможностей, реализация ваших надежд. Помощь, даже, возможно, оттуда, откуда вы ее не ждали. Луна. Здесь изображена такая вот старая женщина. Вот видите, все, которые вы смеете, считают чудаковатой. Не при себе, знаете, как умалишенная. Потому что луна – это также символизм людей, нет мира сего. Но как знать? Возможно, эта женщина только играет такую роль. Она в самом деле знает очень-очень много сокровенных тайн. Солнце. Ну, ваша собственная реализация, энергия, трансформация из гусеницы в бабочку, раскрытие потенциала, ваши таланты, солнечный день, благоприятные события, просто радость бытия. Так, здесь мы видим суд. Суд здесь своеобразен. Отказ от каких-то стереотипов в жизни, от каких-то вот неприемлемых устоев. Или, знаете, переход из какого-то одного социального слоя в другой. То есть переход в лучшую жизнь. Труба зовет, зовет меняться. Отказаться от зависимости, от зависимых отношений, от созависимых ситуаций. И легко войти в новую жизнь без сожалений. Мир. Тоже, смотрите, как изображены женщины многих национальностей мира, которые вот кулатно в этот мир, на нити судьбы еще вот такой. Но вместе с тем, понимаете, мы все друг с другом повязаны. А с совместными усилиями мы вот можем сткать ковер нашей жизни. Посмотрите, какой он красочный. Очень красивая колода, поэтому автор здесь, конечно, постаралась по полной программе. Туз Пентакли. Туз Пентакли, вот. Вот вы закладываете фундамент своей жизни. То есть вы вкладываетесь финансово, но понимаете, что впоследствии вам это принесет колоссальные результаты. Стабильность, ситуация возможностей, финансового роста и благополучия. То есть то, что вы по кирпичу, по кирпичику выкладываете, впоследствии станет вам наибольшей опорой в жизни. Чего бы это ни касалось, какой бы сферы жизни. Двойка Пентакли. Вот вам ситуация неопределенности выбора. Что же выбрать? Вот здесь изображено в виде блюд, да, когда вы не можете определиться. Ситуация баланса, ситуация двойственности. Ну, собственно, это касается различных сфер жизни. Так, теперь у нас падает тройка Пентакли. Что мы здесь видим? Мы здесь четко видим ситуацию, когда открывают переправу и проплывает этот маленький паромчик. То есть работа совместными усилиями, либо какой-то тоже совместный заработок, совместное дело, которое всем компаньонам данного события приносит какой-то доход и удовлетворение. Четверка Пентакли. Желание удержать свою стабильность. Вот вы построили замок из песка, и вы очень боитесь их разрушить, потому что на текущий момент это единственное, что у вас есть. К чему вы так долго шли, к чему вы так долго стремились. Поэтому это желание удержать свое, но и, естественно, его приумножить. Пятерка Пентакли. Смотрите, какая карта. Это когда мы, радуясь жизни, не замечаем, что нас окружает, либо закрываем это глаза, либо в целом стараемся от этого абстрагироваться. Когда мы четко, например, знаем, что кто-то нуждается в нашей помощи, можем от этого отмахиваться. Либо же просто действительно наслаждать своей жизнью, и этого не замечать. То есть, как говорит карта, посмотрите, возможно, действительно кто-то нуждается в вашем теплом слове, в поддержке, либо в материальной помощи. Безусловно, это касается не только чужих людей, но в первую очередь наших близких. Именно, как правило, это эти люди, которым мы всегда меньше всего уделяем времени. Смотрите, шестерка Пентакли. Ну, сама по себе карта помощи. Вот рождественские праздники, вот женщина состоятельная, раздает просящим милости, неуподарки, и сама тем самым, знаете, как создает себе настроение. Ведь когда вы чем-то жертвуете, это вам возвращается старицей, в виде благосостояния, здоровья и замечательных перемен в вашей жизни. Так, семерка Пентакли. Вот у вас ситуация ожидания плодов за свои труды. То есть, здесь вот такая мастерица и наваяла всяких штучек, наплела и так далее. И вот сама по себе ситуация, да, за сколько продать? Купят ли ваши труды и вашу работу? Будет ли это оправдано? Карта четко здесь показывает ситуацию взвешивания. Стоит ли в целом продавать ваши труды или не стоит ли их оставить себе? Карта ожидания результата вашего труда. Ну, восьмерка Пентакли. Карта тяжелого труда, но которая приносит вам доход. Это оттачивание своего мастерства, когда, допустим, один человек обучается у другого и из-под мастерия тоже сам становится мастером. Девятка Пентакли. Карта самодостаточной, состоятельной, размеренной жизни. Когда, вот знаете, время, проведенное с собой, не называется не одиночеством, а то, чего вы получаете удовольствие. Вот видите, какая красивая, ухоженная, элегантная женщина. Сама сидит, принимает пищу, читает, и понимаете, она не чувствует себя одинокой. Она это время приводит с глубоким удовольствием. Десятка Пентакли. Ну, стандартная карта семьи, карта благосостояния, подарков, исполнения желаний и процветания. Паш Пентакли. Карта первого заработка, карта обучения, нового опыта. Вот здесь ребенок непосредственно выгуливает собак, получается, это первую свою оплату. Знаете, как первые заработанные деньги у студента. Вот то, что вам впоследствии приносит дивиденды. Ваше обучение, ваши курсы, тренинги, которые вам окупятся. Рыцарь Пентакли. Желание сэкономить, потому что впоследствии эти деньги вы отложите на нечто большее, либо же какие-то финансы, которые вы будете вкладывать, хотя когда вас все будут, например, высмеивать, но вы понимаете, для чего вы работаете, что вы это делаете и чему это впоследствии может окунуться. То есть, экономия, например, на уборке за машиной, вы впоследствии можете отложить на ее ремонт, либо на покупку новой машины, либо же в целом на какие-то другие мероприятия. То есть, сама по себе позиция, тише едешь, дальше будешь. Медленно, но верно. Вы даете своего результата. Королева Пентакли. Ну, символ плодородия, урожая, благосостояния, хорошего заработка, открытости к людям, потому что это карта матери, любящей женщины, женщины-супруги, женщины-предпринимательницы. Это, знаете, вот как символ наседки, да? Как наседка. То есть, все всегда под рукой, всего вдоволь и хорошая, размеренная жизнь. Ну, Король Пентакли. Здесь карта фермера, карта богатого урожая, отец, который заботится о благосостоянии своей семьи, своих подданных. И вот карта благоденствия, когда жизнь в радость, дом полная чаша. Так, переходим теперь к жезлам. Туз жезлов. Карта потенциала, карта творчества, нового начала, когда вы можете выплатить свои идеи. Пришло время для их реализации и сама по себе ситуация, когда пора внести новые краски в вашу жизнь. Благо жезлов. Карта признания, выхода вашей энергии, творческого потенциала, но одновременно реализация вас в нескольких проектах, как музыканта, так и танцора, так и в целом певца. То есть вы себя можете реализовать в нескольких возможностях. Весь мир у ваших ног. У вас будет поддержка, у вас будет реализация ваших планов. Тройка жезлов. Называется достичь новых вершин, взять новые горизонты. У вас тоже будет в этом поддержка, будет четко проложенный путь и вы будете знать, как этого достичь. Тройка жезлов у вас, даже вы знаете, не сколько ваш потенциал, а потенциал ваших соратников, который вас и продвинет вперед. Четверка жезлов. Карта семьи, карта домашнего праздника, благосостояния, помолвки, свайбы, дня рождения, когда все друзья и родственники собираются за большим столом, ну и разделяют с вами вашу радость. Пятерка жезлов. Карта борьбы, противостояния, защиты своих интересов, конфликта, спора, либо в целом какой-то, ну такой накало страсти и драматической ситуации. И здесь каждый четко будет отстаивать свои интересы. Ну, шестерка жезлов. Карта триумфа, карта победы, достигнутых результатов, которые даже превосходят все ваши ожидания. Но, как говорит Аркан, вы этого не смогли бы достичь без поддержки ваших фанатов, какой-то толпы, ваших соратников, людей, которые живут с вами вашим же делом. Поддержка окружающих в вашем вопросе очень важна. Семерка жезлов. Отстаивание своих прав, своих интересов, несмотря на какие-то препятствия и несмотря на последствия. Когда вы четко понимаете, чем вам можно отстолкнуться, но четко боретесь за свою идею, за то, что вы продвигаете в своей жизни, за то, что для вас является значимым. Восьмерка жезлов. Карта новостей. Вот вам почту я переносил газету. Свежие новости. Карта скорости, карта переезда, но, как правило, именно в этой колоде это карта сообщения. Так. Девятка жезлов. Ну, вот видите, карта насмешек. Когда вы эмоционально закрыты от всех окружающих, вы не показываете никому свои эмоции, боль, и стойко переживаете все то, что вам мир посылает извне. Карта обороны, когда вы не только сможете выстоять, но и изменить ситуацию к лучшему. Десятка жезлов. Ну, карта аврала на работе, каких-то, вы знаете, срочных дел, когда вы не успеваете, у вас просто не хватает времени в сутках. Но, как, когда вот кофе за кофе, и вы все четко наладите. У всех бывают авралы, но все, скажем так, успешно из этого выходят. Просто нужно структурировать информацию и заняться распорядком своего дня. Пас жезлов. Карта, знаете, вот такого, какой-то адреналины, страсти, в чем-то, конечно, даже глупости, но вот огонь и жажда знаний толкают вас вперед, либо жажда неизвестности. В то время, когда другие боятся, вы это делаете, несмотря ни на что. Карта риска. Рыцарь жезлов. Аркан, который указывает на такого харизматичного мужчину, темпераментного, яркого. Карта движения, скорости, карта реализации такой напористой ваших идей, ваших планов, воплощения ваших желаний в жизнь. Ну и в целом, карта, которая указывает на мужчину, который может появиться в вашей жизни. Карта очень такой темпераментного, но непостоянного любовника. Королева жезлов. Ну, видите, страсть, грация, успех, таланты, раскрытие потенциала, ну вот творческая личность, которая просто так и плещет. Вы понимаете, карта триумфа, который вы получаете, осуществив задуманное дело. Король жезлов. Мне тоже, видите, с вами по себе ситуация, что несмотря ни на какие перипетии, вы достигнете своего результата. Станете чемпионом и победителем благодаря вашему напору, целеустремленности, стрессоустойчивости, потому что в вас горит этот огонь. Ваш потенциал, он вам всегда поможет в любых стрессовых ситуациях и в любых проблемах. Кубки. Туз кубков. Карта победы, карта радости, радости совместной, когда совместными усилиями вы здесь достигли того, чего планировали. Вот в данном случае это эмоции от победы. Двойка кубков. Здесь карта дружбы, может быть, даже взаимоотношений. Ну, карта, вы знаете, дружеского времяпрепровождения. Карта, когда вы с кем-то разделяете интересы, боль, даже горе, не важно что. То есть, это взаимопомощь, взаимовыручка. Карта поддержки. Тройка кубков. Ну, вот типичная ситуация девичника, когда мы собираемся с девчонками, да, о чем-то перетираем, делимся нашими какими-то проблемами, можем посмеяться и поплакать. Карта праздника, карта умиротворения, но самое главное, видите, приятного времяпрепровождения. Итак, дальше. Четверочка кубков. Ну, как вы видите, да, человек, который находится сам в себе, ситуация апатии, стагнации, ничего не радует, когда вы даже не замечаете протянутую руку помощи. Вы перевариваете сам свою какую-то сложную ситуацию, копаете себе. Ну, понимаете, вот есть такие периоды, когда нужно побыть одному, разобраться со своими мыслями, внутренними ощущениями, просто их переварить. Пятерка кубков тоже. Смотрите, вот какая наглядная карта. То есть даже даже если вы не знаете и символизм Таро, и в целом трактовку арканом, да, тут по аркану все понятно, потому что колода оракульного типа. Вот ситуация горя, ситуация скорби, эмоциональных переживаний, когда для вас, вот знаете, как сердечная рана после какой-то драмы в вашей жизни. Так, шестерочка кубков. Ну, карта семьи, карта родственников, праздников, приятного времяпрепровождения. Это карта детей, непосредственно здесь детки изображены. Взаимодействие с детьми, здесь непосредственно детский праздник. Ну, то есть атмосфера такой теплой, дружной, веселой обстановки. Ну, все об этом говорит, все. То есть колода, вот знаете, настолько насыщена эмоциями, своей прорисовкой, ну, вам будет очень вкуснее работать. Или вот, семерка кубков, да, карта трудного выбора, какими же красками раскрасить свою жизнь, либо какую-то тату себе набить. Ну, смотрите, какая красота. Восьмерка кубков, карта ухода. От рутины, от ненужных обязательств, от того, что вас утомило, либо то, что у вас уже, знаете, как наскучило и тянет тяжелым грузом вас на дно. Понятно, что от бытовых обязанностей мы никуда не уйдем, но тем не менее, это просто сама по себе прорисовка ситуации, когда вы уже не справляетесь, вы больше не можете что-либо переносить, ну, и как следствие от этой ситуации уходите. Ну, вот, замечательно, видите, вот у вас новые горизонты, новые возможности. Девятка кубков. Карта праздника, карта полноты жизни, радости бытия, вот стол, полная чаша, масса друзей. Ну, вот здесь, знаете, с позиции прорисовки, посмотрите на косые взгляды, в вашем окружении есть люди, которые вашему счастью могут завидовать, поэтому не выставляйте его на показ. Десятка кубков, ну, традиционно, карта семьи, вот, знаете, когда радуетесь каждому днем, переживаете любое событие очень эмоционально, имейте поддержку друзей, родственников и близких, и в целом вы довольны, довольны происходящим, наслаждаетесь каждой минутой и каждым днем. Так, пашкубков, вот здесь как раз девочка изображена, у меня вот именно пашкубков постоянно проигрывается как девочка, но карта творчества, вот мы видим, да, малыши здесь рисуют, это, знаете, как непосредственность, наивность, открытость, добросердечность, вот все, что изображено на этой малышке, вот на ее личке, да, вот эти вот эмоции, которые она передает, с открытым сердцем, с чистотой, с чистыми помостями, рыцарь кубков, ну, карта романтики, каких-то, ну, неожиданных встреч, неожиданных знакомств, вот вам изображена сама по себе ситуация, когда мужчина здесь поет серенады, видите, вот как интересно, да, вот прорисовка, хотя она в метро, все так необычно, или вот, королева кубков, карта психолога, человек, который может вам согреть не только, да, теплой чашкой кофе, но и словом, помочь вам, вообще-то, знаете, вот сделать какое-то облегчение вашей души, когда вы с кем-то можете чужим поговорить, вам уже станет легче, вот это непосредственно в королеве кубков воплощены все эти качества, именно помощь, поддержка в первую очередь моральная, эмоциональная, да, ну а потом уже словом, потом уже непосредственно дело, причем видите, это тот человек, который для вас действительно станет как луч света, потому что никого более вы не замечаете, остальные люди для вас не существуют, король кубков, ну это карта любящего, заботливого отца, человека творческого, человека психолога, коуча, который вам поможет в любой сложной ситуации, ну вот здесь непосредственно изображен такой вот добродушный семьянин, так, мечи, то с мечей, ну как видите, непосредственно неотложная помощь, проведение операции, да, здесь правда изображено на животное, но это безусловно применимо к людям, двойка мечей, тоже интересно по своей прорисовке, когда вы отказываетесь от чего-либо, либо закрываетесь не готовы видеть, вот например, от финансовых отчетов, либо от каких-то, это карта, как правило, знаете, административных либо штрафов, либо в целом, когда вам приходят какие-то счета от ЖКХ и так далее, от которых вы можете отмахиваться, либо не замечать, либо в целом, да, не видеть, что происходящее, закрывать на что-то глаза, так, ну тройка мечей, здесь все очевидно, ситуация разбитого сердца, вот вам сердце, подушечка, да, игольница, там иголки воткнутые, и вот на заднем фоне то, что были пары, то, что были эмоции, а сейчас вот эмоциональные переживания. Четверка Жезлов, карта семьи, карта единения, но вот здесь, вы знаете, как шалаш, когда вы чувствуете себя уютно, построили свой дом, это также карта недвижимости, но вот видите, здесь единение, целостность, семейный очаг. Пятерка мечей, ну карта резких острых ситуаций, конфликтов, каких-то в целом разбирательств, ну то есть обстановка здесь крайне накалена, да, и вот с этой женщиной лучше не спорить, безусловно, в лице этой женщины может быть кто угодно, но сам посылка карты вам понятен, думаю, по эмоциям вам будет ясно, о чем здесь уже говорит Аркан, и в целом, какую смысловую нагрузку в себе несет. Окружающий против вас. Так, шестерка мечей, карта прорыва, карта движения вперед, но вот именно в этой колоде, смотрите, как говорит Аркан, осторожно, вы идете по тонкому хрупкому льду, то есть не навредите себе сами, своими поспешными действиями, либо форсированием событий. Семерка мечей, ну вот, карта вора, карта обмана, предательства, но здесь именно изображено воровство. Восьмерка мечей мне очень понравилась, как правило, если вы помните в классике, там завязана женщина с руками, ногами, завязаны глаза, то вот здесь вы заложников стоите, когда и ребенок плачет, и собака будет, и вы уже эмоционально истощены, и не можете, например, выйти на прогулку по ряду причин, например, ребенок болеет, либо вы приболели, и вы просто уже в изнеможении данной ситуации, вот тоже по своему скованы по рукам и ногам. Замечательная вообще подача, мне очень нравится. Так, девятка мечей, карта страха, переживаний, надуманных, вот видите, указание на бессонные ночи, вот здесь снотворное, вот в принципе, да, здесь может быть алкоголь, вот какая-то бутылочка, ну вот, постоянно вы в каких-то мыслях, напряжении, переживании, время идет, и вы не спите, это указание на то, что вас постоянно одолевают какие-то терзания, вот это покрывало астрологическое, которое идет в классике, здесь немножко по-другому изображено, но тем не менее, вообще, супер прорисовка. десятка мечей, ну тоже, да, ситуация на лицо, ситуация опасности, нападения, грабежа, либо в целом это то, что может вам принести какие-то увечья или даже летальный исход, то есть крайне такой вот критический случай. Фаж мечей, вот, ситуация исследования, когда изучает каждую букашку, так как это карта изучения детального чего-либо, сбора информации, иногда это карта слежки, вот вам по сути это изображено, все, это всего докопаться, все детально изучить под микроскопом. Рыцарь мечей, да, ну вот здесь тоже, когда вам навязывают что-либо, и вам это приносит не удовольствие, а только какое-то разочарование и раздрай. Вот, когда вас мастер срежет, вы уже сели, молча сидите, ждете, что-то получится вместо того, чтобы встать и уйти, потому что, не знаю, появились на рекламу, либо на что-то еще, пришли к этому специалисту, но понимаете, что это не ваше. Королева мечей, ну здесь непосредственно представитель медицины, врач, доктор, исследование, анализ, хладнокровность ситуации, тонкий расчет, взвешивание всех за и против, то здесь просто идет аналитика, чего бы ни касалось. Если касается каких-то рабочих моментов, то, знаете, идти напролом, добиваться своей цели, но не просто, знаете, как бездумно. У вас есть тут колоссальный опыт заключения. Итоговая карта, вот у нас падает карта судьи, либо адвоката, ну как вы здесь видите, да, человек, который отстаивает ваши интересы, человек, который при помощи своего тоже опыта и ума отстаивает ваши интересы. Ну и, скажем, за счет этого пытаются убедить присяжных и смягчить вам вердикт. Вот такая вот замечательная колода. Надеюсь, для кого-то она будет полезной, кто-то возьмет себе в работу, кто-то, возможно, посмотрит, да, и сделает для себя выводы, не нужна, не нужна. В любом случае, я желаю вам приятных покупок, особенно для коллекционеров. Ну, скажу честно, несмотря на то, что как бы и бумага сама по себе матовая, карты иногда слипаются плохо от отсутствия, колода очень добрая, очень говорящая и станет неотъемлемым, скажем так, коллекционным предметом в вашей шкатулочке Таро. Вот так у нас вышел в обзор. Благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok